Биткоин вырос до 26200 долларов и наконец-то снова коснулся этой красной линии, 200-недельной средней скользящей. Мы говорили о ней не раз, и пока цена биткоина остается ниже нее, медвежий рынок еще не закончен. С другой стороны, историческими зонами для покупки были как раз те периоды, когда биткоин торговался ниже этой линии. Целый год мы наблюдаем за тем, что делает ФРС США, пытаясь уследить за ее действиями и как они влияют на общую ликвидность на рынке. Самый важный график – это график чистой ликвидности на рынке, которую предоставляет ФРС США. Когда ФРС убирает ликвидность из рынка, начинается медвежий рынок. Это количественное ужесточение. И когда, наоборот, впрыскивает ликвидность в рынке, начинается буллран. Это количественное смягчение. Это сравнение графиков биткоина и ликвидности ФРС США. И мы видим четкие закономерности между ними. Что нужно понять, это то, что совокупность процентных ставок, рынка РИПО и баланса общего счета казначейства США определяют количество ликвидности на рынке, стоимость капитала и то, куда эти деньги идут. Кстати, сейчас рынки закладывают 86,4%, что 22 марта ФРС США повысит ставки на 25 базисных пунктов. ФРС США только что обратили вспять половину своей работы за последние 14 месяцев. 14 месяцев они выкачивали ликвидность из рынка для того, чтобы снизить инфляцию. И прямо сейчас график баланса ФРС США подпрыгивает на 300 миллиардов долларов. Только что они нивелировали половину результатов своей работы. Они не называют это количественным смягчением. Они говорят, что это помощь банкам. Но какая разница, как это называть? ФРС США только что начала печатать деньги и еще напечатает скрытно до 2 триллионов долларов ликвидности в попытке поддержать банки и финансовые институты не только в США, но по всему миру. Если ты подписан на мой телеграм, ты уже это знаешь. Там информация выходит быстрее. Подпишись по ссылке в описании. ФРС США уже предоставила почти 165 миллиардов долларов банкам. И если мы посмотрим на график, то увидим, что последний раз банки брали такое количество денег у ФРС США в 2008 году. Да, даже тогда было меньше, чем сейчас. Это говорит нам о том, что ситуация в банковской системе была хуже, чем нам говорили. Нам говорили, 25 миллиардов долларов хватит. Как мы видим, 160 миллиардов может не хватить. Питер Шиф пишет, как я и предсказывал, количественное смягчение вернулось. За последнюю неделю баланс ФРС вырос на 300 миллиардов долларов, полностью обнуляя результаты количественного ужесточения за 4 месяца. Под конец месяца баланс вырастет еще больше и достигнет нового исторического пика. Рост процентной ставки уже не играет роли. Инфляция следует гораздо выше благодаря помощи банкам. Да, ФРС США может продолжать повышать ставки, но что они только что сделали? Они только что бросили в экономику самую большую денежную бомбу со времен пандемии, чтобы спасти банковский сектор в США, чтобы спасти глобальный банковский сектор по всему миру. Крупнейшие банки США скинулись депозитами, чтобы дать 30 миллиардов долларов Ферст Репаблик Банку. ФРС печатает 300 миллиардов долларов и напечатает еще до 2 триллионов долларов, чтобы дать их банкам. Центральный банк Швейцарии даст 54 миллиарда долларов кредит-свиз. Это 6,75% ВВП всей страны. Колоссальная сумма. Настолько колоссальная, что спасение кредит-свиз составляет более половины всех расходов правительства в Швейцарии в этом году. Мы видим, что не только в США банковская система нестабильна. Повышение процентных ставок ломает систему везде. И мы говорили не раз, что это может что-то сломать, и тогда правительством придется вмешиваться, тогда ФРС США придется вмешиваться. И когда это произойдет, это может привести к росту рискованных активов. С одной стороны, ФРС США нужно продолжать бороться с инфляцией, поэтому нужно повышать ставки. А с другой стороны, мы имеем банковский сбой, поэтому нужно впрыскивать ликвидность в рынке. ФРС США даже решила изменить способ подсчета инфляции. Об этом мы говорили в этом видео месяц назад. Даже такие экономисты, как Питер Шиф, уже не знают, как именно ФРС рассчитывает инфляцию. ФРС балансирует на двух стульях сразу, и обычно это заканчивается плохо. Но сейчас они вливают 300 миллиардов долларов ликвидности и собираются влить еще 2 триллиона. Биткоин реагирует на это немедленным ростом. До 26 тысяч долларов. На самом деле, даже если отбросить это все в сторону, что я могу сказать? Мы наблюдаем невиданную ранее атаку против биткоина и криптовалют на фоне коллапса банков. Но биткоин и был создан против этого. Против этих жадных и желающих власти банков. Против центральных банкиров. Против этих преступников и печатных машинок. Против продажных политиков и системы, заточенной на бесконечное обнищание народов. Против старой финансовой эры. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok